добрый день всем здравствуйте я уже не помню в который раз подряд это все снимаю собираю снимаю собираю потихонечку подгоняем детали то что вы видели в прошлой серии предварительно наборку собрали разобрали да просто гляну вообще получается у нас семерка ли выходит какой-то другой автомобиль семерка у нас получается но теперь надо конкретно подогнать зазорчики перекосики чтоб все красиво по лекалам вышло ну и подгонка индивидуально маленьких других запчастей ну и параллельно идет подгонка других купленных запчастей да это вот старый наш полик и вот этот кронштейнник придется сейчас нам с вами отсюда снять потому что вот тут а вот стоит какое-то непотребство вот видите тут такое во-первых тонюшенькая здесь если нож двоечки то тут вот что-то такое вот непотребное штамповка еще совпадает но вот это внешне видите да вроде бы полик был хороший но тут немножко поржавевший только был да но ребят чтоб его снять и сохранить допустим у нас вот здесь идет крыло здесь идет сварные точки то есть сверлить бы пришлось не снизу тут невозможно ведь и вот крыло сюда уходит надо было бы высверливать сварные точки изнутри а здесь тоже лонжерон то есть вот такую шахту никакая дрель не войдет и я ничего не вижу то же самое здесь и много много отверстий то есть вот такой вот кусочек 40 на 18 сантиметров приварен чуть ли не сотни точек которые высверливать сохранять то ну его нафиг проще отдать 100 рублей купить новую детальку заготовку до точнее потому что пришлось углы перешлепывать теперь вот эти заготовки придется снимать но это все равно работы меньше чем бы сохранить попытаться сохранить эти детали как-то аккуратно и вырезать нам это не надо кстати обратил внимание пробочки сейчас пошли какие-то пластмассовые раньше резиновые были сейчас пластиковые надо прибрать потом ставим ну теперь загиб хоть стал похож на загиб а то было аж так чуть-чуть намечено ну и все сейчас чуть-чуть зачистить и варить еще раз одна очередная разборка автомобиля я уже не помню которая почета собираю разбираю собираю разбираю 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 ну а перед покраской желательно вот это все отмыть вот это вот это мавилька ребят брызгали мавилька все то есть все жирное ну кое-где гража щенка пробивается здесь и там внизу где-то как смыть мавиль перед тем как загрунтовать и покрасить очень просто берем бутылочку заливаем мы просто бензином не знаю какой 80 90 по фигу кисточка и поехали просто потихонечку поливаем начинаем сверху и все все это сюма витку стираем по моему получается замечательно мавиль стирается сразу же все обезжиривается все промывается любители техники безопасности естественно скажу это все опасно что все погибнут да все погибнут но моется хорошо мы работаем с вами под навесом еще раз говорю да то есть у нас тут просто проветривается все дело навесик хорошо проветриваемое помещение и плюс чтобы не обляпаться внизу всей грязью ну вот так вот подложим просто картонку она в себя все впитывает все это мазуту то есть стапель остается чистый вся грязюка впитывается в картонку бензин быстренько испаряется на улице 3 плюс 30 то есть вот такой способ имеет место быть все на обработку у нас уходит буквально полторы две минуты и вот наша арочка уже обезжирена я промыта после мавиля если ребята знаете кто-то более быстрый и более эффективный способ избавления от мавили с удовольствием выслушаю ваши комментарии прочитаю повторяю любители техники безопасности можете не писать более быстрого способа и более опасного я не знаю поехали вторую сторону по моим ну вот в принципе все я забыл включить камеру ну вот буквально пара минут и вторая арочка у нас полностью помыта и обезжирена после мавиля обработана да на все про все у нас ушло ну вот столько да вот вот сколько тут ну после пол литра бензина ну при нынешней цене бензина пускай круглим даже 50 рублей или 40 рублей да пускай будет 40 треть это ну на 15 рублей за 15 рублей я помыл две арки буквально за пять минут тщательно отмыл от пыли от грязи еще и обезжирил то есть в принципе поверхность готова к грунтованию а это хорошо полно повторяю где работа только хорошо проветриваем помещение да у нас здесь все мы работаем просто под навесом поэтому проветривается хорошо и грунтовать мы если начнем то может быть сейчас да а варить и все остальное ребят ну это естественно все успеет высохнуть так что в по пожарной безопасности ну немножко разума разумных действий и у вас все бы должно быть хорошо ли на теперь вот обезжирим вот эти лонжероны все от моем тут тоже мавилька где-то грязь на размазаны какие-то герметики типа герленов пластилин в общем поехали но я уже это показывать не буду принцип тот же самый последние мазки скажем тогда отмывается мавилька отмываются как-то разбухают эти все герметики более быстрого способа избавиться от мавиля и от жира от грязи я просто не знаю можно было конечно с порошком навести но порошок это щелочь это химия это вода от которых машина ржавеет после бензина машина у нас не ржавеет но гляньте как все чистенько и беленько получилось теперь пробежаться скотч братиком дать рисочку и можно смело грунтовать но для тех кто все таки переживает по пожарной безопасности бензин пары и так далее да ребят никто вам не мешает включить вентилятор и оставить его минут на 15 а за это время пойти спокойно попить кофейку или подобным образом обезжирить все остальные детали или как-то по другому кто как умеет ну вот его ребят проведем перед грунтованием такой простенький сольвент тест это лоджерон это тряпочка это 647 растворитель наливаем его на тряпочку и делаем вот так то есть этот транспортировочный грунт сольвент тест не проходит вывод его надо удалить потому что он держать потом ничего не будет у нас сейчас мы его так вот расквашиваем толстые слои смываем ну а вот возьмем другую деталь поле для запаски да и пытаемся здесь а тем же самым растворителем что-то сделать а он не растворяется ребят вот этот грунт ну значит делаем просто хорошую обезжирку деталь от фирмы начала покрыта очень хорошим грунтом который не растворяется а перед этим увидели да аж бегу только прикоснись тоже грунт хороший не растворяется поэтому что делаем просто напросто протираем от пыли от грязи ну обезжириваем да скажем так поверхность и успокаиваемся вообще фирма начала уже давно начала свои детали обрабатывать довольно таки хорошим грунтом который на какой-то эпоксидной или еще что-то который как и на детали для иностранных автомобилей до которые приходят и за границей транспортировочный грунт можно не удалять и так прекрасно держится и 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 вот задняя панель видите поплыла под растворителем но бумажки из приклеенной фирмы начала нет значит какой-то еще подпольный кооператив ну может не подпольный, может официальный, но смысл в том что вот приходится все это дело снимать а Осталось еще проверить на сольвентест наши задние крылышки, стоит их мыть или не стоит. Ну даже следа не остается на тряпочке, так что это пыль, в общем крылья у нас тоже хорошие, давайте еще раз делаем, вот так накроем тряпочкой, подождем какой-то период, в общем грунтовка держится, никаких последствий, значит прямо так растворителем сейчас все обезжириваем и вперед. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... покраска наша закончена вот так это все выглядит красивая блестящая эпоксидная и настоящая значит грунтовали грунт рефлекс эпоксидный с отвердителем поливизатор вот такой какой-то вот китайский номерной видите вот тут если видите просто циферки но этот какие-то циферки выбиты ну цена у него там 1700 или 1800 рублей брал примерно год назад дю за полтора миллиметра для грунта и замечательно подходит грунт эпоксиды растворял вот этим вот 647 растворителем вполне замечательно получается так что кузовные элементы у нас загрунтованы грунтовал только внутрянку снаружи все снаружи осталось черное чтоб не делать двойную работу когда приварим с улицы тогда будем обдирать и заново грунтовать если я сейчас погрунтую с улицы пока приварю туда-сюда опять я по обдираю потом заскуривать и все не хочу делать дурную работу а внутрянка вся красивая ну а внутрянку мы тоже с вами только что вот загрунтовали тщательно прямо вот поливали бензинчиком при помощи кисточки это все обезжирилась все это красиво обезжирилась прям поливали наливали ну расходовали может быть литра полтора бензина на обезжиривание всего вот этой конструкции и плюс вот это вот всего тоже да то есть всего лета литра полтора бензина у меня ушло потом для более тщательной обезжирки использовали обычный бензинчик ну как бензин галоша обезжирили это все все это красиво то есть на сегодня у нас получилось мало такой маленький малярный день грунтовка кузовных элементов закончена вот такая красота у нас получилось все красиво все замечательно будет так же следующая серия это будет покраска возьмем сварочный аппаратик вот такой вот у нас варочный аппарат и соответственно все это будем варить и делать но на сегодня хватит достаточно пускай эпоксидный грунт высыхает к утру подсохнет и начнем на 5 собирать машину я не помню в который раз подряд но ничего соберем но теперь со сваркой так что если у вас случайно поломалась машина ничего страшного накупайте запчасти покупайте краску красите грунтуете и в общем все нормально ладно всем 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 вот такой всем большой такой привет по диагонали и всем пока